Привет, друзья! Это Олег Молчанов и в сегодняшнем скринкасте я расскажу о пяти совсем неочевидных трюках или возможностях интерпретатора, которые вы можете использовать в ваших программах при определенных условиях. Я не берусь судить об их полезности, просто расскажу о том, что они есть. Ну, ситуация первая. Например, вот у нас есть, я запустил интерпретатор и давайте посмотрим на то, какие объекты есть у нас в глобальной области видимости. Ну, сейчас глобальная область видимости совпадает с локальной. Вот функция globals выдала нам словарь, который содержит все имеющиеся объекты. Но здесь есть еще одна переменная, которая не перечислена в этом словаре. Например, давайте сложим два числа, скажем 1 плюс 2 и получили 3. Если мы сейчас введем нижнее подчеркивание, то мы увидим, что там сохранена наша тройка. Последний вывод. Давайте посмотрим опять на globals и увидим, что ничего здесь нет на самом деле. То есть новых переменных не появилось. Тем не менее, она есть. Это такая специальная служебная переменная, которая хранит последний вызов. Но это полноценная переменная. Да. И у этой переменной есть даже свои атрибуты. Мы их можем все просмотреть. То есть это полноценная переменная служебная, которая хранит последний вывод, который был произведен. Второй пример. Это тернарный оператор условный. В чем суть? В том, что мы можем наше условное выражение вытянуть в одну строку. Например, создадим переменную x, которая будет равна 10. Теперь выведем на печать. Мы будем печатать слово hello, если x 10, а в противном случае мы выведем слово high. И вот он нам вывел hello. Давайте мы изменим x на 0. Выведем наше выражение и получим high. То есть вот такая конструкция. Вначале говорим, что делать, при каких условиях мы это делаем и что мы делаем, если условие не выполнено. Например, x равно 10, если x равно 0, else 5. x равно 10, потому что оно на предыдущем этапе было равно 0. Это может быть не очень очевидный пример вот с x, но тем не менее, я думаю, суть вот этого условного выражения я вам передал. Третий пример. У нас есть две переменные. A равно 2, B равно 1. Как сделать так, чтобы их значение можно было поменять местами? Есть прием специальный. A, B равно B, A. A теперь равно 1, а B равно 2. Следующий пример. Предположим, у нас есть функция test, которая принимает три аргумента. x, y, z. И мы будем просто выводить их на печать. Ничего особенного она не делает. И предположим также, что у нас есть список из трех элементов. 1, 2, 3. И словарик, dictionary, который у нас будет содержать ключ 1, ой, ключ x со значением 1, ключ y со значением 2, и z со значением 3. И мы можем распаковать эти списки и словарь при передаче аргумента в функцию. Делается это следующим образом. Ставим звездочку и указываем переменную. Запускаем. 1, 2, 3. Вывелись на печать. То есть список распаковался по вот этим вот параметрам. То же самое со словарем. Test. Две звездочки, как вы, наверное, уже догадались. И передаем переменную. 1, 2, 3. То есть конструкция та же самая, что была при args. И последний на сегодня прием. Словари могут содержать функции. Создадим словарь D. Его ключ будет sum, который будет принимать следующее значение. Лямбда. Лямбда. Лямбда это анонимная функция. Будет принимать два аргумента. X и Y. И будет возвращать сумму. И у него будет ключ sub. Вычитание. То же самое X и Y. Только будем вычитать. Давайте теперь распечатаем. Print D. Обращаемся к конкретному ключу. Sum. И передаем туда, поскольку это функция. Открываем круглые скобки. И передаем туда 1, 2. Получаем нашу тройку. Вот и все на сегодня. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами был Молчанов. Пока.